Привет, друзья, это Олег, ну или Хюнд, это уж кому как больше нравится. Сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Супер Братья Марио 2 на Dendy. Берем Марио и отправляемся в мир 7.1. Кстати, необычный седьмой мир, в нем всего два уровня вместо трех. Это меня немного смущает, потому что если два вместо трех, значит наверняка эти два будут сложнее, чем любые предыдущие три. Хотя пока что наверняка об этом говорить я не могу. Я уже не один раз говорил о том, что мне не очень нравится Марио в этой игре за счет его такой вот обычности, но похоже я был, ребят, не совсем прав, он не такой уж и обычный. Марио быстрее всех бегает. Я бы не сказал, что это какое-то очень большое важное достижение, но это просто так вот факт подмеченный. Да уйди ты, бомба! Птицы летят налево, а мы бежим направо. Я уже не знаю, куда лучше бросать. Давайте вот тут попробуем. К сожалению, грибочек нам не достался, но хоть монетку вытянули в легкой такой надежде на то, что эта монетка нам в жизнь превратится. Хотя верится в это очень слабо. Вы знаете, мы можем здесь так вот пролететь через весь уровень налево. Я не уверен, что нам это нужно, но можно было бы, конечно, и попробовать. Там была какая-то большая палка из земли, торчащая слева. Может быть, нас бы куда-нибудь этот... Пилоты привел. Их можно выбивать, да? Отлично. Так, ну здесь ничего ценного нет. Кроме вот этой банки, которую я благополучно потратил зазря. Не то, чтобы уж совсем зазря здесь. Смотрите, мы взяли и грибок, и одну монетку. Но можно было и побольше вытянуть ценного. Смущает то, что это вроде как конец. Идти-то некуда. То есть игра как бы нам, наверное, намекает на то, что действительно нужно лететь верхом на этом орлике или кто это есть. Похож на покемона Фироу, кстати. Прям вот точный Фироу. Такой же большой размах крыльев, длинный клюв. Цвет такой вот коричневый, красновато-коричневый. Так что, наверное, да, наверное, это Фироу. Вот про что я говорил. Палка из земли торчащая. Ну да, нам сюда. Не сказать бы, что я этому очень рад. Потому что за Марио прыгать не очень удобно. Лестница зачем-то. А, ну ракета. Все понятно. Мы могли бы, конечно, приземлиться и на облачко, но тогда бы пришлось с лестницы залезать сюда. Опять же выдергивать эту ракету. Ой, враги из Первого мира. Помните таких? Я уже и забыл их. Такие вот воронята. Не знаю, почему я их так называю. Ну, видимо, клювом похоже. Сейчас дождемся, пока отстреляется этот. Но он стрелять не хочет. Ребят, не такой уж и простой участок. Нам бы сейчас в идеале бы звезду подобрать. Тут нам придется шагать между... О, звезда, отлично. Давай, 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 давай. Между шайгаями в строю шагать, это, конечно, удовольствие сомнительное, поэтому мы сейчас наплюем на их строй и будем бежать так, как нам удобно. Так как у нас звезда, и нам они абсолютно уже никаким образом не страшны. Ай, таки ударил. Так, тут главное было лишнее не выпрыгнуть выше нужного. Пусть даже так. Пусть два удара потеряли, зато прошли неприятный участок. А неприятных участков-то у нас, ребят, все больше становится. Да. И я падаю точно на этого электрического зайчика. 19 жизней, и это уже не очень хорошо пахнет. Играть-то нам, конечно, не так и долго осталось. Но, тем не менее, хотелось бы с большим балансом плюсовым жизней. С большим хотя бы. Потому что не обязательно с большим. Ай, удар получаем. Неприятность. Фух. Его можно выбивать, этого огонька, но все равно. По-моему, я сейчас не самое лучшее место для пирамидки выбрал. Как минимум по той причине, что божья коровка прямо над нами. Так что давайте сделаем вот так. Был бы Луиджи, а в принципе и Марио допрыгнул. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, за нами погоня. Фух. Сложно, ребят, сложно. Не сказать, что прямо уж совсем жестоко, хардкорно, но сложно. Уж поверьте на слово, кто не проходил эту игру. А вообще, если не проходили, то рекомендую вам, конечно, пройти ее еще и самим. Все-таки одно дело посмотреть прохождение, и совсем другое самим ощутить, каково это играть в такую действительно классную игру. Раз, плевок. Два, плевок. Раз, плевок. Два, плевок. Он по два плюет. Так, ладно. А иногда и по три. Блин. Нет, выживем. 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 Отлично. Ключ подбираем и уровень пройден. Он тут же уже отриспаунился, но нас это уже совсем не беспокоит. Ребят, мы его убили. И мы с вами большие молодцы. Давайте посмотрим. Получится ли выбить хотя бы одну жизнь? Ну, давай. Есть. Двадцать. Вышли опять на баланс более двадцати, с чем я вас и поздравляю, ребят. В следующем выпуске добьем мир семь. И совсем скоро это уже произойдет. Так что до скорых встреч, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok